Добрый день, дорогие друзья! С вами Алексей Наксон. Добрый день, дорогие друзья! 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 что существует очень заметное рассогласование между ведущими американскими ведомствами, которые отвечали за вывод наших войск из эвакуации гражданского населения, то есть между Пентагоном, Госдепартаментом и Центральным разведывательным управлением. Потом как-то удалось эту ситуацию несколько наладить, и все-таки благодаря тому, что у нас действительно есть очень современная и мощная военно-транспортная авиация, удалось и наших военных вывести, и практически всех тех, кто хотел с нами уйти, тоже именно к этой дате. Это то, что касается вывода. Но вывод оставил, думаю, абсолютно всех американцев, ощущение глубокого и явного разочарования. Так, великая держава не должна уходить. И поэтому стали звучать голоса, что мы потерпели военное поражение, что никогда еще военное поражение выглядело красиво на экране телевизора. Но тут надо отметить, что никакого военного поражения как раз Соединенные Штаты и не потерпели. Ровно так же, как никакого военного поражения мы не потерпели и во Вьетнаме. И тем не менее, ситуация чем-то оказывалась зеркальной. И если в историю вошли кадры, когда с крыши нашего посольства в Сайгоне на последнем вертолете эвакуировались люди какие-то, кто-то из вьетнамцев пытался повиснуть на вертолете, чтобы улететь. Вот примерно то же мы увидели вот тогда, когда наш огромный военно-транспортный самолет начинал двигаться по взлетно-посадочной полосе. И масса афганцев бежали рядом с ним, пытаясь каким-то образом попасть, если не на борт этого самолета, но хотя бы зацепиться за шасси или за что-то еще. То есть ситуация, в общем-то, оказалась зеркальной. Это первый момент. И она абсолютно бесспорна. Тут и спорить не о чем. Так великая держава не уходит. Второй момент может быть намного более важный, чем первый. И в отличие от первого момента, какого-то единого мнения здесь нет. Нужно ли было нам оставаться и продолжать нашу миссию неопределенное какое-то время? Или действительно пришло время ухода, побыли 20 лет, ну и пора уходить? Большинство американцев считало, что мы должны прекратить и нашу миссию в Афганистане. Все опросы общественного мнения в течение длительного времени говорили именно об этом. И назывались разные цифры. Но это, в общем-то, не прициальные. 62% американцев, 65% американцев, 68% американцев были за то, что мы уходили. В любом случае, это явное неоспоримое большинство. Ну, а я принадлежу к той категории, которая оказалась в меньшинстве. Я считаю, что таким образом миссию нельзя было прекращать. Это во-первых. И во-вторых, миссию нельзя было прекращать вообще. И именно вот то, что тогда мы увидели на картинках наших телевизоров, когда сотни тысяч афганцев пытались покинуть страну вместе с входящими американскими войсками, это говорило именно о том, что в самом Афганистане за эти 20 лет произошли очень серьезные перемены. Что уже появилось новое поколение афганцев, которые не хотели жить под талибами, которые не хотели жить в условиях Средневековья, которые хотели жить в современной стране, которые хотели ходить в школы, получать образование, жить полной жизнью, слушать музыку. Ну, в общем, жить, как живут их сверстники повсюду в мире. И я подумал о том тогда, что мы совершаем огромнейшую непоправимую ошибку, что если бы мы продолжали оставаться в Афганистане еще некоторое время, никто не скажет, какое, 5 лет, 10 лет, может быть, 15 или еще 20, удалось бы, вот за эти годы, удалось бы, если мы продолжали бы оставаться там, создать не одно, а два новых поколения афганцев. Афганцев, которые бы уже не мыслили себе жизни иначе. И вот тогда, действительно, наша миссия преобразования Афганистана, чтобы не просто Афган был другой совершенно страной, демократической, мирной, суверенной, но чтобы никогда, никогда, ни при каких условиях территория Афганистана не стартовала новая туристическая атака на нашу страну или на другие страны цивилизованного мира. Вот только тогда это условие было выполнено. И с каждым годом все-таки вместе с нами афганские вооруженные силы становились более эффективными, более действенными. И то, что мы увидели, как они рассыпались, ну, понятно, почему. Во-первых, они рассыпались, потому что был потерян моральный дух. Да, вот то, что очень важно, когда они узнали, что мы уходим. А ведь именно наше, не просто присутствие, а, допустим, наша авиация, которая прикрывала операции афганской армии, наше снабжение, наши тылы, они помогали как раз афганцам воевать. При этом американский контингент практически не нес никаких потерь. Вся тяжесть войны, вся тяжесть ведения боевых действий легла как раз на плечи афганцев. Мы их в этом поддерживали. И поэтому нам удавалось к тому моменту, когда Дональд Трамп приступил к переговорам с талибами, сократить наше присутствие до 13 тысяч человек. И вот это контингент. Генералы в Пентагоне говорили, что этого контингента вполне-вполне достаточно для того, чтобы мы могли продолжать поддерживать афганское правительство, наших союзников, и далее, в неопределенное какое-то время. И это первый момент. Мы действительно таким очень драматическим образом оборвали, прекратили нашу миссию, которая обещала со временем принести свои плоды. Не хватило терпения. Точно так же, как не хватало терпения американцам и продолжать войну во Вьетнаме. И Хо Ши Мин это очень хорошо знал. Он говорил о том, что ничего, что мы потеряем 10 наших бойцов, наших людей. Американцы, когда потеряют одного против наших 10, они потребуют прекращения войны. Примерно это же произошло тогда, в середине 70-х годов. Вот то же самое произошло и сейчас. Да, действительно, у американцев не хватает терпения вести так называемые иностранные войны. И средний американец, в общем-то, не понимает, зачем мы находимся так далеко от наших берегов. Почему там так далеко должны гибнуть наши дети, наши молодые люди? За что они сражаются? Что защищает? Ведь нам-то никто не угрожает. Ведь тогда северный Вьетнам конкретно не угрожал Соединенным Штатам. Ну, а сейчас вроде бы и талибы нам не угрожали. Да, они живут по средневековым каким-то обычаям, далекие, чуждые нам люди. Но какая угроза может быть этого далекого-далекого государства, где-то затерянного в горах Центральной Азии? И, по-видимому, вот это состояние, а наши политики всегда отзываются на состояние нашего общества, у нас же все-таки демократия, во всяком случае, пока у нас демократия, оно и привело к тому, что политические элиты нашей страны стали преобладать настроения, которые говорили о том, что надо эту миссию прекращать и, возможно, прекращать как можно быстрее. И трудно себе представить более разных людей и как личностей, как политиков, чем Дональд Трамп и Джо Байда, но, тем не менее, в одном они были абсолютно едины. Необходимо эту миссию прекращать и прекращать как можно быстрее. Таким образом, та преемственность, которая, в принципе, желательна, потому что, когда откуда-то в мире смотрят на нас, никто же не говорит о том, что одна администрация решила сделать одно, а другая администрация решила что-то сделать другое. Всегда же говорят о том, что Америка решила. И для людей не важно, кто сейчас в Белом доме, республиканец или демократ, Дональд Трамп или Джо Байда, для них важно, что это решение принимает Америка, самая могущественная страна в мире. Во всяком случае, такой она оказалась до сих пор. И вот этот момент ухода, за которым очень внимательно наблюдали, и из Пекина, и из Москвы, он, судя по всему, послал какие-то сигналы, вполне возможно, ложные сигналы и в Пекин, и в Москву о том, что Америка одряхлела, что Америка ослабела, что Америка не способна выполнять те миссии, которые могла выполнять до сих пор. И вот тогда там почувствовали, что у них появляются некие новые геополитические возможности. Обратите, как резко усилилась риторика Пекина по отношению к Тайваню. Они уже говорят о том, пусть не на уровне Си Цзиньпина, но каком-то втором уровне, третьем уровне, что, судя по всему, в 2022 году проблема о Тайване будет решена. И он войдет в часть, он будет станет частью материкового Китая, то есть он просто будет частью Китайской Народной Республики. До нашего ухода из Афганистана никто в Китае так не говорил. Они все время говорили о том, что со временем, мирным путем, когда-нибудь Тайвань вернется домой. Но сейчас они абсолютно изменили тональность своих разговоров. Это один момент. Ну и второй момент. Посмотрите, насколько изменилась позиция и Владимира Путина. Вот та, которую мы с вами неоднократно обсуждали, и концентрация войск на востоке Украины. Кстати, такая же концентрация, или примерно такая была, и весной этого года. Но, в общем-то, она привела лишь к тому, что встретились в Женеве Джо Байден и Владимир Путин, о чем-то поговорили, пожали руки, и войска были отведены. Сейчас же эта новая концентрация войск сопровождается такими требованиями, которые вчера еще были абсолютно немыслимые. Не только некие обязательства, что НАТО никогда не примет Украину, что, в общем-то, звучало неоднократно, но и требования, чтобы Соединенные Штаты практически покинули, как требует в ультиматии Путина, Восточную Европу, чтобы никакой не было активности, американской НАТО-активности в отношении бывших стран или бывших республик Советского Союза. Не надо забывать, что речь идет здесь уже, в этом контексте, не только об Украине идет речь и о трех балтийских странах, которые уже стали государствами, членами НАТО, ну и так далее. И вот поэтому можно говорить о том, что когда мы с вами подводим итоги 2021 года, одним из важнейших итогов в нашей внешней политике, наряду с тем, что сейчас происходит на востоке Украины, в Европе, является и наш уход из Афганистана. Вряд ли и Дональд Трамп, и Джо Байден предусматривали, что может произойти именно вот это то, что произошло. Вряд ли они предусматривали то, что таким образом на наш уход отреагируют в Пекине и в Москве. Но, в общем-то, ведь искусство политики или большой международной политики заключается в том, что американские лидеры, как и лидеры других стран, они же должны просчитывать последствия своих шабов. Не только двигать на доске пешку с ходом Е2-Е4, но думать о том, какой будет ответ другой стороны. И, может быть, надо просчитать хотя бы было 3-4 каких-то еще хода. Но, судя по всему, американские политики так в шахматы, в геополитические шахматы играть и не научились. Да, вот Е2-Е4, а там будет, что будет. Вот мы с вами сейчас и видим, что происходит. Не только мы потеряли возможность, по сути, создать новую страну, которая стала бы примером для других стран Центральной Азии, ведь к этому все шло, к этому же все шло. Но и совсем иначе сейчас к нам относятся наши главные оппоненты в мире. И Пекин, и Москва. И это, может быть, даже еще важнее, чем история Афганистана сама по себе. На этом, дорогие друзья, я прерусь. Подошло время наше в обычном перерыве в день-час. Собирайтесь с мыслями, встретимся после перерыва.